В этом виде спорта сила мышц не имеет значения. Зато требуется острый склад ума. Речь, конечно, о шахматах. Эта игра входит в программу городской спартакиады школьников. У нас прошло уже семь полуфиналов и сейчас у нас проходит финал. Это самый ответственный момент данного мероприятия, потому что дети борются за первое место. То есть в полуфинале дети отобрались и все, кто занял трое место, попали в финал. И вот у нас сейчас идет серьезная борьба. Дети все волнуются, нервничают, переживают. Есть разные эмоции, есть слезы, есть наоборот радость. Но это дети. Поэтому у нас будет подведено только уже в конце этого финала и определится уже победитель. На протяжении месяца среди школьников города выявляли сильнейших в баскетболе, волейболе, легкоатлетике, спортивном ориентировании, туризме и мини-футболе. На различных площадках общеобразовательных учреждений проходили легкоатлетические эстафеты, соревнования по настольному теннису и пулевой стрельбе. Состязания по шахматам стали предпоследним этапом масштабных соревнований. Интеллектуалы из всех школ города претендовали на звание лучших. К слову, ребята поделились, что получили от игры максимальное удовольствие. А еще рассказали, чем им нравится этот вид спорта. Эта игра развивает сообразительность, логику. Тем более, это очень интересная игра, в которой надо думать. Можно считать много вариантов. Каждый день можно совершенствоваться. Каждый день можно узнавать что-то новое. Развивает умение мыслить по-другому. Это стратегия, это тактика. В том числе, наподобие сегодняшнего турнира, командная работа. Ответственность, не подвести команду. И просто приятные эмоции от игры. Развивает мышление и вообще помогает как-то думать обширнее. Итоговые результаты по отдельным видам спорта и общекомандному зачету школьники узнают на торжественном закрытии спартакиады. Главный приз для лучших команд – это создание или благоустройство на средства городского бюджета спортивной школьной инфраструктуры.